Ну что, всем привет! Добро пожаловать в Перископ-трансляцию. Меня зовут Макс Хиггер. Сегодня мы с вами поговорим о призвании. Ну что, периодически я повторяю просто какие-то вещи, да? И такие темы, как предназначение и призвание, они очень пользуются большим спросом. Первый момент. Это всем важно понять. Призвание не находится головой. Ваша голова ничего не знает о вашем призвании. Понимаете? То есть вы не можете додуматься до призвания. Это первый важный момент. То есть невозможно сидеть, думать и через эти мысли понять, что является вашим призванием. Это очень важно. Призвание — это сердце. То есть призвание — это что такое? Это вы делаете то, что вы любите. Вы любите. А то, что вы любите, вы заранее не знаете. Понимаете? То есть то, что вы любите делать, то, что вы будете любить делать завтра, например, вы не знаете. Вы просыпаетесь, и вы можете почувствовать, почувствовать, к чему у вас сегодня лежит душа, есть настроение, есть потенциал, куда ваш интерес фокусируется. Вы это открываете в моменте. Поэтому призвание — это вещь, которая спонтанно находится, постепенно нащупывается в вашей жизни. И почему так много людей, к сожалению, живут и не исполняют своё призвание? Не то, чтобы пробовать всё, к чему он тянет, хотя это тоже как вариант. Просто жить по душе. Понимаешь? У нас-то все перископ трансляции про то, как жить по душе. А когда ты живёшь по душе, у тебя все эти вопросы по поводу призвания, они постепенно сами закрываются. Следующий момент, второй момент. Пока вы живёте жизнь достигатора, призвание закрыто. Понимаете? То есть достигать цели, достигать какой-то образ, какой-то образ, это та самая вещь, которая вас из призвания выбрасывает. То есть когда вы достигаете цели и думаете, что любовь, счастье, радость с вами случится где-то там, это именно та самая вещь, которая вас часто заставляет уйти из своего предназначения, призвания, своей жизни по душе здесь, сейчас. То есть это та самая вещь, которая прекращает отклик от момента. Понимаете? Это вам важно понимать, что почему вы перестаёте жить по душе. Потому что вы преследуете выгоды и цели. Вы слишком их преследуете. То есть даже проблема не в том, что есть где-то выгода или где-то есть цель достигаемая. Проблема в том, что когда перед вами стоит выбор, жить от момента или жить будущим, вы делаете выбор в сторону будущего. Условно говоря, можно сказать, но не совсем. Да, это то, как ты чувствуешь. Но любовь это что такое? Вот объясни мне. Любовь это что? Это же чувство. Любовь-то это чувство. Ты же хочешь жить и любить. Тогда что ты хочешь по сути? Ты хочешь жить и больше опираться на то, как ты чувствуешь, а не на то, как ты думаешь. Понимаешь? А достигатор, он как живёт? Он живёт в опоре на то, как он думает. То есть он живёт головой. Он живёт умом. То есть у него центр управления – это ум, мысли, логика, выгоды. То есть иначе говоря, если что-то невыгодно, если что-то не принесёт результат, если непонятно, как я приду в какую-то точку B, то что делает достигатор? Он этим не занимается. То есть если что-то невыгодно, если что-то не приводит туда, как он себе это представляет, он этим не занимается. И он занимается только тем, что выгодно, что даёт результаты, что приводит в точку B. Поэтому он попадает в эти результаты в точку B, но по пути что-то более ценное он теряет. Можно позволить себе не иметь призвания. Конечно можно, этим-то большинство людей занимается. Просто тебе важно понимать, что счастья нет. В этом нет счастья, нет самореализации. Потому что что такое ты себе не позволяешь находиться в призвании? Что такое не позволить себе быть в призвании? Не жить по душе, не жить в любви, не жить в отклике, не жить как искренне хочешь, а всё время себя напрягать, применять некое насилие, самодисциплину, для того, чтобы получать результаты. Вот как бы другая плоскость. Ты можешь сама себя засовывать в схемы, в планы, чётко идти к результатам. Но в этом ты, к сожалению, не сможешь радоваться и по-настоящему любить. Если для тебя являются приоритетными результаты и цели. Да, что-то типа того, да. Понимаешь, и в чём печалька, как бы драма всей этой ситуации, что люди так давно живут в достижении вот этого чего-то завтра, в достижении результатов, в постоянном устремлении к целям. Что вот сама идея о том, что существует какое-то другое измерение жизни, где, в принципе, ты тоже можешь думать о будущем, но движешься ты совершенно другими побуждениями. Вот она в нереальности становится. Вот представьте, да, что вы всё время жили по какой-то схеме, по какому-то плану в достижении точки B. И вот как такой человек, который находится в таком состоянии ума, как он оценивает тему предназначения и призвания? То есть как он к ней относится? Он думает опять, что это что-то, что нужно достичь. Он думает, что это что-то, до чего надо додуматься, что нужно представить себе, как-то найти логически. Понимаете? То есть он думает, он продолжает думать, что призвание, предназначение – это что-то нужно, как бы, ну, какую-то схему новую, да? То есть нужно разработать какой-то некий новый план, какую-то новую схему, и через этот план и схему прийти в какое-то предназначение, как он сам себе его представляет. Понимаете? Вот это как бы драма, печаль этой всей истории. А в этот момент предназначение и призвание – это совершенно другая вещь. Это управление твоей жизнью просто из другого центра. Это управление из сердца. Иначе говорят, ты живёшь от сердца, искренне живёшь в моменте. Ты живёшь чувствами, интересами своими подлинными, да? То есть что тебя сейчас увлекает, интересует, где ты искренне хочешь, независимо от результатов, независимо от будущего, заниматься этим. Понимаете? То есть ты любишь просто, тебя что-то увлекает. Ты хочешь в этом развиваться, но ты делаешь не сколько это ради будущего, а просто тебя прёт тема. Как я, вот когда я был маленький, я делал какие-то замки, да? Вот я когда маленький был, я постоянно занимался каким-то творчеством. Что-то я делал, да? Я мог пойти, например, вдруг у меня случалось настроение поехать на велосипеде, да? То есть я чувствовал, о, что-то у меня сегодня настроение взять велосипед и пойти покататься на улицу. И что я делал? Я шёл за этим зовом сердца, да? То есть я шёл и катался. Потом я катался и катался, мне в какой-то момент надоедало это. То есть я чувствовал, что всё, уже что-то я накатался. И тогда я шёл, занимался и делал что-то другое, понимаете? Вот так я жил. То есть я жил и я делал так, как мне естественно, интересно было делать. И да, там потихонечку потом начали появляться всякие детские садики, да, школы. В этих детских садиках, в этих школах было всё больше, что мне было неинтересно и что нужно было достигать. Какие-то отметки, какие-то задачи решать и так далее. Ну там была, естественно, интересная часть, да? Мне было интересно изучать, как писать буковки, да? Как считать, там вот это всё было интересно. Школа была интересной, достаточно первые классы. Ну всё сильнее, потом это начало превращаться в достигаторство. То есть всё больше неинтересных процессов, каких-то неинтересных предметов, ради каких-то оценок, ради какого-то поощрения со стороны, а сам процесс неинтересный. И так вот потихонечку я отходил от того, что было мне интересно. Понимаете? Так все отходят. Но то, о чём я говорю, вы поймите, что предназначение и призвание самая простая вещь, самая естественная для вас жизнь. Жизнь так, как вы любите жить, как вам естественно, как вам интересно, как у вас случается жизнь. Понимаете? Не по плану, не по схеме, а так, как в большей степени по душе, как она случается сейчас. Вот это призвание и предназначение. И вот эту вещь вы не можете заранее увидеть. Понимаете? То есть она не может быть увидена головой заранее. Поэтому невозможно точно описать своё предназначение, чем вы будете заниматься в ближайшие годы, кем вы будете, кем вы станете. Знаете, как у детей часто спрашивают, ты кем станешь, космонавтом, врачом? Да оставьте в покое своих детей. Придёт время, они, если их не напрягать вот этими историями, они сами поймут. Куда их тянет, куда душа лежит, и они пойдут туда сами. Понимаете? Пока их не заразят вот этим вирусом, ты должен кем-то стать. Выбирай из каких-то готовых вариантов, из каких-то шаблонов, кем ты будешь в жизни и где ты будешь зарабатывать деньги и приносить ценности. Это и так всё произойдёт. Понимаете? Вот как бы печалька ситуации заключается в том, что если убрать все эти модели, все эти шаблоны, все эти, кем ты должен стать, ты и так увидишь, что ты не сможешь просто ничем не заниматься и никем не быть. Это не в твоей природе. Ты игрок, тебе интересно во что-то играть, ты обязательно рано или поздно найдёшь какую-то свою интересную игру и начнёшь в неё играть. Но ты это можешь сделать только тогда, когда ты не отяжелён, как бы не порабощён какими-то рамками, внешними навязанными вещами, в которые ты просто можешь поверить и где-то можешь потеряться в них. То есть ты можешь потерять себя подлинного в этих надо, должен, обязан, схемы, шаблоны, результаты, какое-то будущее счастья и так далее. И здесь происходит просто непонимание, просто подлог такой, что человек потихонечку засыпает и не понимает, что живёт-то сейчас он. И как в детстве ему важно сейчас интересно жить, радоваться сейчас. То есть жизнь — это то, что с ним происходит, как опыт здесь и сейчас. И он начинает почему-то играть в такую странную игру, что ну и что, что сейчас так плохо, ну и что, что я чувствую, что я не люблю то, что я делаю, зато когда-то потом. И начинается вот этот процесс откладывания, откладывание жизни на потом. Вот это откладывание жизни на потом не связано никак. Но ведь мастера говорят о тотальной обусловленности, предопределённости. Какая разница, кто о чём говорит? Ты меня сейчас послушай, что я тебе говорю. Ты можешь быть тотально обусловлен, я не против. Но то, о чём я тебе говорю, это очень простая вещь. То есть здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы что-то там, знаешь, долго идти к этому и понимать это долго. Я тебе говорю простую вещь. Ты, как и любой человек, хочешь жить свободно, счастливо, здесь и сейчас. Ты хочешь быть раскован, проживать естественно свой настоящий момент здесь и сейчас, делать то, что ты любишь. Понимаешь? Вот ты спрашиваешь, то есть я не знаю пока, что я люблю. Ты не можешь сейчас пока знать, что ты любишь, потому что ты очень много занимаешься тем, что ты не любишь. Мы же уже много раз говорили об этом, что для того, чтобы твой внутренний ребёнок пробудился опять, для того, чтобы твоя любовь раскрылась опять и ты начал это лучше чувствовать, тебе нужно отпустить все эти старые, нелюбимые, привычные, инертные, тупые вещи в своей жизни. Вот эту схему жизни тебе нужно потихонечку отпустить. И когда ты разгрузишься от этого, ты придёшь как бы больше в себя и ты начнёшь сам себя лучше чувствовать. У тебя начнёт восстанавливаться твой этот отклик от момента. Понимаешь? Пока ты находишься в этой матричной, запрограммированной жизни достигатора, который бежит за иллюзиями завтрашнего счастья, ну, конечно, ты там не будешь чувствовать. Понимаешь, ты боишься там чувствовать. Ты слишком много думаешь. Ты живёшь так, как ты думаешь. Понимаешь? А не как ты чувствуешь. А я тебе говорю, живи как чувствуешь, как тебе интересно. Понимаешь? Вот представь, у тебя твой день начинается, и заниматься тем, что ты не любишь, больше не вариант. Общаться с теми людьми, с которыми ты как-то... Постоянно у тебя драма какая-то. Ты тоже не видишь необходимости в этом. То есть в твоей жизни всё меньше драмы. Ты это можешь, ну, хотя бы представить сейчас. То есть вот вся драма, за которую ты сейчас держишься, ты за неё держишься. То есть ты находишь какие-то интеллектуальные, разумные причины, почему оставаться в том, что вызывает такой сильный драматизм твоего проживания настоящего. Ты это понимаешь? Понимаешь, что ты сейчас находишься в некой драме, и тебя не кто-то там держит, а ты сам за неё держишься. Есть люди, которым плохо везде и со всеми. Ну, конечно, если они находятся в таком состоянии ума, и не понимают то, о чём я говорю, им будет плохо везде и со всеми. Понимаешь? Ну, вот так вот. Это состояние ума. И мы здесь как раз об этом говорим. Я пытаюсь объяснить эти простые вещи и повлиять на твоё состояние ума. Я тебе объясняю очень простую вещь. Живи, как ты чувствуешь, как тебе интересно. Начинай более осознанно смотреть, что где драма в твоей жизни, то есть где находится драма в твоей жизни и почему ты держишься сам за эту драму. Как ты держишься за эту драму? Что-то не даёт это делать? Ты не понимаешь просто. Я тебе объясню, что происходит. Ты продолжаешь думать. Вместо того, чтобы осознанно начать исследовать, знаешь, как бы могло произойти озарение после сегодняшней трансляции? Ты бы мог вдруг озариться. Блин, так мне же надо фактически просто после этой трансляции честно посмотреть сейчас на мою жизнь, на сферы жизни, там сесть и честно себе признаться. Вот у меня здесь драма, здесь драма. Вот с этими людьми я постоянно чувствую драматизм проживания своей жизни. Что я могу с этим сделать? Как я могу это пересмотреть? За что? Понимаешь, что из самоисследования может начаться самоисследование. Ты можешь сам начать не думать про свою жизнь, а начать её исследовать. Ну как не получается? Всё получается. Ты можешь написать, от чего в твоей жизни ты сейчас страдаешь. Можешь честно написать, ну есть же вещи, ты их видишь, что ты от этого страдаешь. Где ты постоянно сталкиваешься с каким-то стрессом, с какими-то фрустрациями? Объясни мне, вот напиши, где эта история в твоей жизни? Это так сложно определить? Ты же живёшь в этом. Ты в этом живёшь. Но напиши. Есть какая-то история в твоей жизни, которая тебе не даёт покоя на душе? Есть какая-то история, которая хронически повторяется снова и снова в твоей жизни, и она тебя лишает душевного покоя? Есть эта история? То есть попадая в неё, ты чувствуешь, что ты как бы сам в конфликте с собой. То есть ты как бы, ну как чувствуешь, что ты страдаешь в этом. Есть какая-то история? Если есть, напиши её. Ты пойми, что эти истории, они есть в твоей жизни. Не то, что хотелось бы делать в любимом деле. Ну так а зачем ты это делаешь? Понимаешь? Если оно тебе не нравится, и ты это не любишь, зачем ты это делаешь? Не делай это. Я тебя не понимаю. Вот смотри, если ты что-то делаешь, и там драма, и там постоянная хроническая драма, то это не то, что ты любишь. То есть что-то ты там делаешь такое, что ты не любишь делать. Я тебе обращаю внимание твоё, и предлагаю посмотреть, зачем ты делаешь то, что ты не любишь. Зачем ты снова и снова делаешь то, что ты не любишь. Вот смотри, думаю, проблема в том, что есть стереотипы, как должно быть. Ты пойми, вот в этом-то твоя драма заключается. Ты думаешь, ты не исследуешь, ты не смотришь реально на факты, ты не чувствуешь свою ситуацию, ты находишься в голове, спишь в ней, и продолжаешь обдумывать свою ситуацию. Рассматривать как есть, рассматривать честно, чувствовать, видеть факты, и обдумывать их, это два разных процесса. Тебя приучили обдумывать. Обдумывание ни к чему тебя не приведет. Абсолютно ни к чему. И все, что меняет твою жизнь, это рассматривание, честное рассматривание, чувствование, понимание того, что ты видишь, фактов твоей жизни. И признание фактов фактами. Потому что у тебя, смотри, что у тебя идет какая-то история в жизни, это твои факты, но ты остаешься в этих фактах только потому, что ты их называешь как-то иначе. Ты сам себе объясняешь, что эти факты на самом деле не являются фактами, а являются чем-то другим. И вот это игра твоего ума. То есть ты называешь факты, которые тебя мучают, то есть твое страдание ты называешь как-то иначе. Ты его привык называть, эту драму, чем-то, с чем ты можешь согласиться. Пойми, а у меня как? Я вижу просто факты своей жизни, я живу чувствами, я осознан к тому, что происходит. Я просто называю вещи своими именами. То есть если что-то мне не по душе, если что-то постоянно вызывает какую-то драму в моей жизни, я вижу, что это драма. А если это драма, значит, ну а зачем мне там быть-то? Если я могу уйти из этой драмы, то я уйду от этой драмы. И только если я ничего не могу сделать с этой драмой, я ее буду просто проживать. Ну вот уйти-то я не могу. Понимаешь? То есть фактически я, рассматривая факты своей ситуации, я вижу, что выхода сейчас из этого нет. Вот прямо сейчас. Поэтому я просто проживаю это без всяких претензий. Так, больше ничего не хочется делать. Вот смотри, если ты делаешь что-то, что вызывает твою драму, то пока ты это не отпустишь, ты не узнаешь, что тебе хочется делать на самом деле. Эта драма, она мешает тебе увидеть, что ты на самом деле хочешь. То есть если ты что-то делаешь, и у тебя там хроническая драма, это на самом деле то, что ты не хочешь делать. Поэтому там этот драматизм. Понимаешь? То есть там есть какой-то внутренний конфликт, борьба какая-то. То есть ты делаешь то, что ты на самом деле не любишь делать. И пока ты не отпустишь то, что ты не любишь делать, Ты не поймёшь, что ты любишь в достаточной степени. У тебя просто постоянно пространство твоё, да, оно как бы хаотизируется. То есть, ты как бы, ну как, единственный способ делать то, что ты не любишь, как это можно сделать, снизив свою чувствительность. Пойми, что если ты постоянно делаешь какую-то рутину, живёшь в какой-то однообразной шаблонной жизни, как ты можешь там продолжать быть? Только снизив свою чувствительность, ну как бы придав свою чувствительность. Поэтому, если ты привык вот в этом жить и придавать свою чувствительность, то как ты там почувствуешь то, что ты реально любишь? Да никак, ты не почувствуешь. Поэтому проблема, как бы, получения нового, это проблема отпускания старого. Понимаешь, то есть, я тебе ещё раз обращаю внимание, что единственное, что тебе мешает, это то, что ты держишься за свою драму. Ты её боишься отпустить и посмотреть, открыться, довериться жизни, довериться своей чувствовалке. И как бы, когда ты начнёшь уже выходить из этой драмы, ты всё лучше начнёшь чувствовать нечто новое. То есть, иначе говоря, у тебя есть сложившийся гомеостаз привычный, хроническая какая-то ситуация, и ты в ней застрял, и ты её боишься отпустить. И, конечно, выход этот будет дискомфортный, он не будет комфортный. И ты боишься разрушить эту привычную ситуацию и выйти из неё во что-то новое. В этом новом, как бы, ну, раскрыть свои паруса заново, да, и начать уже с учётом вот этих ошибок, что тебе не надо застревать в каких-то вещах, которые тебе не откликаются, пойти дальше в жизнь. А вот это ты не хочешь делать. Понимаешь? Ты пойми, что ты цепляешься. Вот у тебя сложилось, как сложилось, ты за него зацепился. И всё. Другой какой-то причины, почему тебе не приходит что-то другое, нет. Это ж вот вчера даже пересматривал, вчера пересматривал Уолл-стрит и Уолл-стрит вторую часть, да. И вот во второй части, там под конец фильма, он тоже говорит эту фразу, главный герой, что люди, которые одними и теми же действиями пытаются прийти к чему-то новому, это просто признак слабоумия, понимаешь? А слабоумие — это низкая разумность, это сонливость, это бессознательность. То есть если ты оставляешь всё как есть, то есть ты находишься в привычной ситуации, в своём гомеостазе, и не отпускаешь его, то ты будешь приходить всё время к одному и тому же. Если ты к чему-то другому хочешь прийти, тебе в первую очередь надо отпустить старое, привычное. Понимаешь, вот это является выходом, отпускание, отпускание, осознание драмы и отпускание этой драмы из своей жизни. Через это постепенно открывается заново твоя чувствовалка, а через эту чувствовалку — твоё призвание и предназначение. Ты не можешь в старой привычной драме найти своё предназначение и призвание, пока её не отпустишь. Это невозможно. Поэтому первый шаг — это выход, выход из этой привычной драмы. Отпускание, пересмотр, просто понимание, осознание, в чём ты находишься, что это драма на самом деле. И ты понимаешь, что самооправданиями заниматься — это просто способ удерживаться в этой драме. Почему ты там, типа, вот как-то себе оправдывать, почему ты находишься в том, что тебе не по душе, что тебя, ну, не продолжают твои чувства, твой подлинный интерес, какие-то твои подлинные способности и как-то не делает твою жизнь какой-то спонтанной и радостной. Поэтому не надо усложнять, что вот ты ничего не можешь сделать и так далее. То есть это просто понять надо. Если ты поймёшь то, что я тебе говорю, это понимание, оно и начнёт само по себе менять твою жизнь. То есть пока ты не отпустишь вздыхающую лошадь, ты не можешь пересесть на новую. Понимаешь? Вот ещё тебе так. То есть тебе сначала надо обнаружить, какие лошади дохнут уже давно в твоей жизни, отпустить их, и когда у тебя возникнет новое пространство, ты там увидишь новых лошадей, свежих лошадей как бы. Из-за тех, да? Из-за тех. Ну что, пожалуй, на этом всё. То есть всё достаточно просто. Не надо всё усложнять. Призвание – это секрет для головы. Голова узнаёт о предназначении призвания уже спустя какое-то время. Когда ты уже живёшь и делаешь то, что ты любишь, радуешься в этом, у тебя увлекательный процесс идёт. Вот само это переживание, этой деятельности, как потоковость, как интересность, увлечённость, со временем голова понимает, что вот это то, что я люблю делать, и это то, где у меня идёт естественным путём развития и самореализация. Поэтому голова уже после обнаруживает эти вещи и приходит к каким-то выводам, вот это любимое дело моё. Но опять же, стоит голове провозгласить, что «О, это моё любимое дело, я им буду заниматься до конца жизни», это опять может сработать как застревание. То есть ты начнёшь цепляться, и в какой-то момент у тебя уже может там не случаться эта увлечённость, не случаться эта любовь, а ты-то поверил, что это твоё предназначение, призвание, поэтому ты как бы застрял в этом. А призвание может уже поменяться. То есть твое сердце, оно может уже по-другому как-то чувствовать, к чему-то тянуться по-другому, понимаешь? Поэтому сердцем живи, а не головой. То есть ты живи, как чувствуешь, куда тебя тянет, интересно. А заранее ты не узнаешь об этом ничего. То есть какое-то время ты можешь влюбиться во что-то и любить это. И эта любовь будет длиться определённый период, ты будешь увлекаться этим, развиваться. Но в какой-то момент ты можешь почувствовать, что здесь уже угасает любовь. И это означает, что здесь радость проходит от этой деятельности. И это приглашение в новое приключение, в новое путешествие. Это означает, что нужно отпускать это, не застревать там, и спокойно идти в новый эксперимент, открываться новой радости, поиску чего-то нового. И это прекрасно. С этим всё хорошо. Но проблема заключается в том, что голова цепляется за что-то, пытается зафиксировать и провозгласить вот это. Я знаю, что является моим предназначением и призванием. Понимаете? Вот это то, что голова делает, оно потом может создавать проблемы, ловушки, в которых вы застреваете. Поэтому ориентируйтесь не на мысли, не на голову, а на свои подлинные увлечённость, интерес, какие-то вещи, которые вас привлекают, которые у вас получаются, и в которых вы чувствуете, они вам как-то достаточно легко даются. Это очень простые вещи. То есть не надо усложнять. Это всё просто. Это начинается с чего-то простого. Не с чего-то суперсложного, а с чего-то очень простого. И здесь нужна осознанность, чувствительность. Больше ничего не надо. И понимание просто. Слушай, мы не поговорим о том, что говорит Мини Чихин. Я не Мини Чихин. Понимаешь? Поэтому если тебе нравится Мини Чихин, смотри его. Если тебе нравится то, что я говорю, и откликается разумно, смотри меня. Окей? Я не буду его слова обсуждать с тобой. Потому что он там по-своему смотрит. Я смотрю, вот как я смотрю, и говорю тебе то, что я понял. А мне всё равно, кто что говорит. Понимаешь? Мне всё равно. У меня есть моё понимание и моё видение. Ты зачем по всем бегаешь? Вот я понял эту вещь тоже со временем. Выбери одного кого-то и ходи на него. Потому что все говорят по-разному. А ты живёшь пока головой, в твоей голове каша возникает. Ты у одного послушал, в твой ум попали какие-то мысли и застряли там. Понимаешь? У другого пошёл, послушал, в твой ум попали мысли, застряли. Все эти люди тебе говорят эти мысли, чтобы ты увидел, увидел то, куда они показывают. Они показывают в настоящий момент, в дзен, в простоту жизни. Понимаешь? Живи от момента, как ты чувствуешь. Живи, как тебе радостно, как тебе от души идёт. Понимаешь? Вот всё. Не надо тебе ничего достигать завтра. К чему-то стремиться. Потому что любой завтра это мысли просто. Вернись в настоящий момент и живи от момента. А пока ты думаешь про момент, каким он должен быть, ты никогда не будешь его жить. Понимаешь? Пока ты думаешь, каким должен быть твой момент, здесь и сейчас, ты его не чувствуешь. Ну, как бы ты точнее чувствуешь, но ты ставишь свои чувства, свой отклик на вторую позицию, а свои мысли на первую. Я тебе говорю, поменяй местами. Мысли отложи в сторону, поставь их на вторую позицию, оживи чувствами, как тебе реально интересно, как тебе откликается в моменте. Это сложно? Ты не можешь это понять? Это самая простая вещь. Дети так живут. Понимаешь? Даже дети, у которых ещё разума нет, они только так и умеют жить. И они так живут, потому что они ещё не думают просто. А ты очень умный стал, очень много думаешь, очень много планируешь, очень много, как бы у тебя какой-то ментальной деятельности, очень мало чувствительности и осознанности. Я тебе говорю, развивай свою чувствительность и осознанность, отпускай драму, переставай много думать об этом, не о чем здесь думать. Размышлять не о чем. Тебе не размышления нужны. Тебе нужно чувствование, осознание, рассмотрение. Когда ты начинаешь опять о чём-то думать, просто понимаешь, что происходит, ты опять обдумываешь. Переключайся на чувствование. Мини-Чихин же об этом говорит всё время, правильно? Мини-Чихин о чём говорит? Об этом. Чувствуй себя. Мороженое хочешь? Вот мороженое сейчас хочешь или нет? Если хочешь, ты же чувствуешь, что ты хочешь. Или не хочешь, ты чувствуешь, что ты не хочешь. О чём здесь думать-то? Есть у тебя сейчас тяга к этому мороженому, и интересно тебе это или неинтересно, откликается или нет? Он тебе об отклике говорит, о простой вещи. Вот и живи из этого отклика. Если ты приходишь на какую-то работу, и она тебе не откликается, но ты чувствуешь, что неприкольно. Зачем ты туда ходишь-то? Если тебе работа не по душе, и ты это осознал, понимаешь, проблема-то большинства людей в чём? Они не осознают этого. То есть они ходят на эту нелюбимую работу и вообще не осознают, что может быть иначе, что жизнь может быть абсолютно другой. Они этого не осознают. Они спят в мыслях и делают вот эти все драматичные вещи, вот эти терпелки, как бы, вот эта жизнь в надо должен обязан для себя нормальной. То есть они с этим соглашаются совсем. Они не осознают, что это ненормально и что можно иначе как-то. Понимаешь, они этого не понимают, поэтому они туда ходят. Но ты пришёл или пришла на мою трансляцию, я тебе это объясняю. Ты это можешь понять. Ты можешь понять, что необходимости в этой драме нет. Ты можешь зарабатывать деньги там, где ты увлекаешься, где тебе интересно. Но ты не сможешь открыться в это измерение, не отпустив старое. То есть как ты можешь, не осознав драматизм своей ситуации, в которой ты находишься, не отпустив её постепенно из своей жизни и не перенастроившись в жизнь по душе, в жизнь, где больше ты делаешь того, что ты любишь. Я извиняюсь. Как ты можешь что-то изменить? Понимаешь, вот я этого не понимаю. Да всё просто, не надо усложнять. Если ты видишь, что ты не любишь что-то, зачем ты этим занимаешься? Если ты занимаешься этим ради денег, ну найди что-то другое, что ты больше любишь ради денег. Так вот, слушай, что ты мне вопрос задаешь, на который я тебе ответил? Я тебе ответил. Нельзя зарабатывать деньги в том, что ты не любишь. Нельзя. Это тебя приведёт в страдание. Деньги ты заработаешь, но жизнь твоя будет страданием. Да не оно тебя не отпускает, ты его не отпускаешь. Оно тебя не держит. Ты там сам держишься. Потому что пока для тебя деньги важнее, чем жизнь по душе. Понимаешь? В какой-то момент для тебя станет очевидно, что нельзя душу за деньги продавать. Не вариант больше. То есть такое качество проживания не подходит больше. Понимаешь? Жизни. Готовиться к какому-то счастью завтра больше не подходит. Сегодня терпеть что-то, мучиться, давить себя, насиловать и чуть-чуть получать денег не вариант. Ты вот пойми меня правильно, как бы, пойми меня правильно, вот послушай, я после школы, я ещё в школе устроился на работу. Последние 10-11 класс, у нас было 11 классов тогда. Я проработал на телевидении. И я проработал там, где я люблю. Меня это страшно увлекало, интересовало. И меня туда пригласили, потому что я как раз делал то, что я любил. Не я туда пришёл, а меня позвали. Потому что я делал то, что я любил, умел и чем увлекался. А я тогда уже увлекался компьютерами, дизайном. И я был, ну, скажем так, один из немногих в этом городе, который делал хорошо то, что делал. Почему я это делал? Да потому что я любил это. Вот почему хорошо я это делал? Меня позвали на телевидение. Это спонтанно произошло. Я туда пришёл и делал то, что я любил. Да, мне какие-то деньги там платили, но это не было то, почему я там работал. Деньги были как бы неплохим дополнением, но я делал то, что я любил. Потом, когда я уехал в Одессу из своей этой маленькой Инты, да, я в Инте вырос, я уехал в Одессу. Там я начал искать работу опять в той же области, которую я люблю, которой я увлекался и интересовался. Я нашёл там студию, которая занимается трёхмерной анимацией, пытался к нему строиться. Они меня не взяли. Поэтому я подумал, что я поговорю с отцом и договорюсь, чтобы он мне купил компьютер. Ну, как бы, чтобы он купил его, я потом отработаю эти деньги. И я начал пытаться так вот. То есть, я пытался вот так вот. И он мне купил этот компьютер, и я искал клиентов, сам ходил по офисам, сам ходил по офисам и предлагал услуги. То есть, выходит, я уже тогда был немножко предприниматель. И я нашёл таки клиента на эту рекламу, делал 3D ролики. Сделал там один 3D ролик, потом что-то ещё там, что-то делал, 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 потом в какой-то момент у меня что-то там перестало получаться. И так продолжалось дальше. Я всегда работал там, где я увлекался и любил. Понимаешь? Я всегда работал. В какой-то момент было уже неинтересно там, начиналась какая-то рутина, однообразие, я прекращал это. Шёл куда-то дальше. Понимаешь? То есть, вот посмотри, с самого детства мной движила увлечённость и любовь. Мною движила. Я после этого начал уже, когда когда я уже начал развивать свой бизнес, когда я уже начал работать с людьми, я обнаружил вдруг такую вещь, что большинство людей вокруг меня не идут таким путём. Они не идут путём сердца. Они идут путём головы. И часто делают то, что они тихо ненавидят, ради денег. Я это постепенно начал распознавать как массовую историю. И для меня это непонятно было очень долго. Что с ними такое? Как можно делать то, что ты не любишь, ради денег? А потом я понял, что это массовая история. И тогда я начал уже постепенно людям объяснять вот эти все вещи и разоблачать это. Объяснять, что ты зашёл не туда. Ты просто не туда. Ну как бы не надо так делать. Не надо делать то, что ты тихо ненавидишь, ради результата. Тебе важно это любить. Это банальная, простая вещь. Но большинство людей, которые глубоко зашли в это уже, для них это стрёмно. Для них это стрёмно. Отпустить, понять, что они как бы сбились, сбились, понять им надо это. И отпустить, и открыться в то измерение, которым я шёл долго. Я объясняю очень простые вещи. То есть здесь никакой эзотерики сложной нету. Делай то, что ты любишь. Развивайся в том, что ты любишь. Увлекайся. И когда это начинает уходить откуда-то, тебе нужно отпускать это независимо от денег. И открываться во что-то новое. И так ты будешь двигаться в своём предназначении, в своём призвании. Понимаешь? Это простая вещь. Ты мне говоришь, а что делать, если я не люблю свою работу, но деньги там зарабатываю. Единственный выход оттуда – осознать то, что я тебе говорю, и отпустить это. и понять это в достаточной степени, чтобы не заходить больше туда, где тебе вообще не по душе. Ну вот у меня как-то со школы так получилось, я не заходил туда. Понимаешь? Для меня не вариант пойти куда-то и тупо работать ради денег, несмотря на то, что я это не люблю всё. Не вариант. Вот объясни мне, пожалуйста, почему для тебя это вариант? Ну мы что, мы говорим о каких-то сложных вещах разве? Просто для тебя это вариант, потому что ты поверил в какие-то неправильные идеи. Понимаешь? Вот ты как бы привык делать что-то, что не стоит делать. То есть у тебя было запрограммировано что-то, что не продолжает тебя, и что мешает тебе жить и радоваться. Я просто обращаю твое внимание на это. Зачем ты это делаешь? Конечно, выход оттуда сначала стрёмный, некомфортный. Если ты думаешь, ты комфортно, легко оттуда выйдешь, нет, ты в этом был очень долго. Но поняв меня, ты можешь всё-таки настолько это понять, что само это понимание начнёт рушить всю эту иллюзорность твоего вот этого мира, странного мира, в котором ты делаешь то, что ты ненавидишь тихо. Ради результата. А так всё просто. Никто тебя не держит в том, что ты ненавидишь. Никто. Только ты сам. Твои морковки, твои эти выгоды, всё, что ты привык как бы извлекать, нецелостными, неправедными путями. Ты вот пойми такую вещь, простая истина. Неправедными путями нельзя прийти к счастью и к праведности. Неправедные пути тебя ведут в ад, в страдания, в мучения. Тебе нужно идти праведным путём. А какой путь праведный? Это путь сердца, путь любви, путь честности, путь целостности, путь творчества, путь воодушевлённости от того, что ты делаешь. Ну, простые вещи. Ты что, не знаешь это? Ты всё и так это знаешь. Осталось просто это превратить в практику твоей жизни и всё. Опираться на это. Понимаешь? Жить так. Вот жить так. Праведно жить. А заниматься тем, что ты тихо ненавидишь, ну, неправедно это. Выходит, что неправедно. Это просто, да, это опыт. Ты там мучаешься за чем-то. объясняешь сам себе, почему вот только так возможно. А я просто прихожу и тебе говорю, да, в принципе, необходимости в этом нет. Сложно что-то? Я сложное что-то говорю? Какие-то сложные, супер вещи, какие-то там запутанно всё? Нет, всё просто. Если ты всё время несчастный, несчастный, несчастный в той или иной степени, плохо себя чувствуешь, вот ты движешься каким-то несчастным путём, плохо там себя чувствуешь, фрустрируешься периодически, у тебя внутренние конфликты, как ты таким путём пытаешься прийти в рай? Ну, как ты вот в этом внутреннем конфликте, постоянно вот мучаясь, как ты в этом страдании можешь прийти в какой-то рай потом? Невозможно. И ты можешь постепенно, до тебя это может постепенно дойти, что в рай невозможно так прийти. Ты можешь понять, что ты уже в раю. Ты уже в раю, просто ты вот этими путями неправедными из него уходишь всё время. Он тебя зовёт, твоё сердце тебя зовёт как бы обратно. Живи по душе, живи, как чувствуешь, как любишь. Оно тебя зовёт в рай. А ты всё время сам бегаешь за какими-то иллюзиями, непонятно чего завтра, за какими-то подачками мелкими. Сидишь на сундуке с сокровищем и бегаешь за мелкими подачками, за мелкими удовольствиями и мелкими радостями, которые с тобой случаются как зарплата в конце месяца. Единственная радость у человека, который занимается тем, что он тихо ненавидит, это получить деньги в конце месяца. Чуть-чуть порадоваться и чуть-чуть что-то себе купить, ещё чуть-чуть порадовать. Но он весь месяц мучился. Понимаешь, вот в чём драма-то. А я тебе говорю, да живи, как ты любишь, и в этом себя ищи. И ты там найдёшь, и будешь радоваться в процессе, любить то, что ты делаешь. И ещё, естественно, там какие-то результаты начнут появляться, и там будешь радоваться тоже. Я тебе обращаю твое внимание. Ты зачем сам в своей жизни своими руками ад создаёшь со своим неправильным отношением и непониманием? если ты пришёл в рай. Сложно это понять. Так что вот так вот. На этой положительной ноте будем завершать наш перископ. Вот. Всё просто. Не усложняйте. Всё очень просто. Но к этой простоте многие люди очень долго идут. Пытаются всё через сложное прийти. А сложное, оно ложное. Так что вот так вот. Ладно, ребят. Рад был пообщаться с вами. Не усложняйте свою жизнь. Жизнь очень простая. И счастье, оно очень простое. Оно не требует каких-то супер-экстра достижений, каких-то специальных искусственных условий. Всё просто. Живи по душе. И твоё призвание будет тебе раскрываться из сердца. А из головы не раскрывается. Не раскрывается и всё. На этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok